Для меня гражданский союз – это все, это окружающее пространство, это сфера моей жизни, это все. В Пензе мне нравится, что это небольшой город. Раньше нравилась Москва, потом как-то я понял, что жить там совершенно невозможно. Жить надо в небольшом городе, а работать можно по всему миру. Ну, был момент, когда я работал круглосуточно просто, я встал утром с кровати и снова на нее упал. С той поры я перестал работать дома и стал вести какой-то более осознанный образ жизни. Мы себе часто задаем такой вопрос – а как люди относятся к благотворительности? Нельзя сказать, что, например, в Пензе они относятся хорошо, а в Самаре плохо или наоборот. Это вопрос, он цельный, да, это российский вопрос. Мы там 16 лет работаем, да, а что изменилось? И один из членов Совета мне сказал, как же Олег, люди стали добрее. Я вижу в провинциальных городах много энтузиастов. Они как-то хотят сделать жизнь в своих городах лучше. И вот я считаю, что вот этот тренд, он будет доминировать. И несмотря ни на что, каждый будет улучшать то место, где он живет. Потому что, ну, без этого, ну, просто катастрофа. Расскажу про небольшие проекты. Все, вот, 18-го года. «Микрогран», который мы в этом году дали – это студия «Грация». Это отдаленный район. Обычная школа. Руководитель этого проекта, она придумала купить в обычный спортзал балетные станки. Причем они мобильные, что очень важно, да, потому что в свободное время там просто проходят обыкновенные занятия физкультурой. Вот эта студия «Грация», она просто делает прекрасных детей, которые умеют двигаться, танцевать и показывают на сцене чудеса. Здорово, что это у нее получилось. Не блюдаемся вниз и мягко поднимаемся. Правая нога. И вторая позиция. А то, что вот мы приобрели – это для нас радость. Это вот, вы не представляете, такое счастье. У меня и дети, и родители счастливы. Не нужно никуда ходить, ездить, искать какие-то варианты, чтобы позаниматься у станков. Это вот очень важно. Для нас это очень важно. Что будет, если нас не будет? Ну, сейчас уже много вот сообществ городских каких-то, да. Если их не поддерживать, то люди начнут уходить в бизнес, в какие-то протестные движения, вообще уезжать из города. Потому что людям нужно, чтобы была среда для самореализации. Мы находимся в центре питомец, который занимается помощью бездомным животным. Мы всегда закупаем лекарства, лечим их. Даже если это долго и сложно, мы все равно лечим. Дальше и мы ищем дом. Когда он появился, он был единственным в Пензе фондом, который работает с бездомными животными. Не просто приют, а где можно делать, проводить операции, помогать как-то животным. Вот это Афоня, он приехал к нам с травмами лап. Он был очень злой, он старенький. Он бросался на руки, с ним очень много гуляли, занимались. Любили, и он начал доверять человеку. У нас бывали проблемы, что нас пытались выгнать с этого помещения предыдущие собственники. Но Гражданский Союз, они встали в нашу сторону. То есть, если у нас есть вопросы, на которые мы не можем сами ответить, мы всегда обращаемся, и нам с радостью в Гражданском Союзе отвечают на все и стараются помочь. Ну, я работал в разных организациях. Ну, сначала это были какие-то технические такие, в общем, специальности, должности. А потом все больше это стало уже, ну, такое чисто зарабатывание денег. И в какой-то момент мой шеф подошел и сказал, слушай, тут вот ребята хорошие есть. У них что-то там с компьютером не получается. Ты можешь сходить там им помочь? Сначала раз в неделю приходил, потом там два раза, потом три раза, потом каждый день, потом каждый день там по три часа, потом каждый день по полдня. И в какой-то момент владелец бизнеса, вот где я работал, он решил все продать и уехать в Канаду. Я понял, что, ну, наверное, это вот какая-то точка такая принятия решений. Все организации устроены примерно так же, как и мы. Ну, за исключением того, что у нас у единственных есть свой целевой капитал. Это вот наше преимущество, и мы гордимся этим, рассказываем, транслируем то, как это надо делать своим коллегам. Открылась программа фонда Потанина «Целевые капиталы». И мы подали эту заявку, и, к нашему удивлению, она прошла. До сих пор помню две лекции, которые оказали на меня очень большое влияние. Радмила Лукич – лекция о продажах. И, казалось бы, да, о благотворительности продажи. Но если вдуматься, да, то мы продаем возможность сделать какое-то доброе дело для своего города. И вот, собственно, с этого началось наше знакомство с фоном Потанина. Сейчас у нас работает пять человек – это основные сотрудники, плюс еще, наверное, человек пять, шесть, семь, восемь, которые работают на удаленке, да, которые не приходят в офис. У нас очень много волонтеров. Большинство сейчас волонтеров составляют волонтеры, так называемые, серебряного возраста. Это бабушки и дедушки, которые просто пробивают все стены вообще, все преграды сметают, и мы как-то от них тоже подзаряжаемся. Они научились писать проекты. Они научились быть такими центрами общественной жизни. Они научились искать деньги на свои проекты. Но сначала их было десять человек. А сейчас их, последним нашим данным, около восемьсот человек. То есть вот с десяти до восемьсот. Это с тринадцатого года и по восемнадцатый. То есть за пять лет вот такой рост. За шестнадцать лет кардинально поменялась модель поведения и сознания у людей. Потому что вот эти маленькие роски, они складываются в такое большое дерево общественной активности. И когда люди понимают, что если они вместе собрались и им удалось сделать что-то, что не под силу вообще никому, ни органам власти, ни бизнесу, только им. Потому что они объединили свои ресурсы. И они понимают, что они могут сделать город лучше. И потом они понимают, что они могут вообще жизнь свою сделать лучше. И поэтому для нас важно поддерживать вот эти ростки, чтобы не было разочарования. Не будет разочарования, будет уверенность в себе, жизнь будет лучше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова